Всем привет! Сегодня 14 февраля в Московской области. Начинаю посев сладких и острых перцев. Я посмотрела в записях. В прошлом году я замачивала семена перца 5 марта, высевала 6 марта. К слову сказать, что урожай перцев был просто отличный в прошлом году. При условии, что я перцы срываю только в биологической спелости, но довольно-таки много на веточках у меня осталось и зеленого перца. Я их в пищу не употребляю, скармливаю животным, поэтому в этом году я решила посеять чуть пораньше. Перцы в основном я высеваю уже в проверенные сорта, которые я выращиваю. Сама собираю семена. Есть несколько новинок гибридов и два сорта у меня острого перца. Высевать буду, как и каждый год. Взяла небольшой ящик, засыпала сюда почва, смесь. Здесь домашний биогумус, смешанный с торфом, агробалт оранжевый, буквально 3-4 сантиметра. Нарезала борозды, поставила номера, подписала дату посева. Пролила я за 3-4 дня раствором аллерина, это биофунгицид, земля влажная. Семена перцев я замочила 12 февраля, буквально 2 дня прошло. Они хорошо набухли. Я замачиваю семена не с той целью, чтобы их прорастить, чтобы они корешок пустили, а с той целью, чтобы просто семена впитали в воду, набухли. Все. Семена хорошего качества, по крайней мере мои, я там посмотрю. Но все здесь очень легко и просто. Беру семена и раскладываю в борозды. Ну и расстояние держу. Своих семян я замочила больше 10, наверное, штук по 11. Мне будет этого достаточно. Я еще повыбираю, какой сениц хороший, какой похуже. Будет выбор, да? Ну а покупные гибриды там всего лишь их по 5 штук. Поэтому по 5 все и замочила. Аккуратно раскладываю на расстоянии, чтобы не было скучности. Перцы я выращиваю в стеклянной, сладкие перцы я выращиваю в стеклянной теплице. У меня две грядки я высаживаю по краям. Посередине я выращиваю огурцы. У меня совместное проживание там. Это хорошее соседство огурцы и перцы. Поэтому каждый год я так выращиваю. Мне нравится. У меня лишь пару сортов ранних, все остальные среднеспелые. В основном у меня сорта все высокорослые для теплицы. Здесь, по-моему, только пару сортов, которые среднерослые. Все остальные высокорослые. Конечно, высокорослые сорта нуждаются в подвязке, как и томаты. Потому что очень хрупкие стебли у перцев. И чтобы от урожая их не ломало, я их обязательно подвязываю. Гибриды, конечно, новинки всего лишь по 5 штук. Они обработанные. Для меня не имеет значения, обработанные семена или нет. Я все равно их замачиваю. Я уже говорила с той целью, чтобы они просто набухли. Потому что семена, как правило, пересушенные. Чтобы они долго не сидели в земле, я их обычно всегда замачиваю. Я замоченный перец держу не более двух дней. Один-два дня. Вот в этом году они у меня были два дня замочены. Я ставлю на коврик. Делаю минимальную температуру, чтобы семена не задохнулись. За один-два дня они набухают. И все отлично. Один сорт даже за эти два дня пустил корешок. Нет, наверное, не видно будет. В общем, у него здесь маленький-маленький росточек. Это гибрид. Все остальные семена просто очень хорошо набухли. Я думаю, что они прорастут быстро. Свои семена домашние, конечно, хорошего качества. Ничего не скажешь. Все как на подбор. Ну и покупные, в принципе, тоже неплохого качества. Лишь бы взошли хорошо. В своих-то семенах я уверена. А вот в покупных их мало того, что пять штучек всего лишь. Конечно, хочется, чтобы схожесть была стопроцентная. С корешком и мой сорт. Вот он, я ее положила. Тоже пустил за два дня. Отлично. И последняя строчка – это острые перцы. Я в этом году буду выращивать два сорта. Один сорт я выращиваю довольно-таки давно, года четыре. И решила купить новинку. И острые перцы я выращиваю в открытом грунте, в мягких контейнерах. Высаживаю по два штуки. Очень удобно. Мне этот вариант понравился. Я уже так выращиваю несколько лет. И вот новинка перца. Посмотрите, какие маленькие семена. Просто микро. Это тоже такой кустовой. 20-30 сантиметров в высоту. Но семена еще мельче, чем у моего перчика. Буквально четыре штучки. Очень мелкие. Но жгучие. Посмотрим. Красиво смотрится. Все. Смотрите, как я разложила семена. Отлично. Теперь беру, намешала здесь пучва-смесь. Здесь, знаете, что? Турф ограбал песок. Это подсох уже немножко. Я его смочила. Он такой чуть-чуть влажный. И чуть-чуть биогумуса. И засыпаю. Ну, слой примерно в 0,5 сантиметров. Не больше. Сильно тоже перцы не нужно заглублять. Чтоб они смогли прорасти. Ну и мелко их не нужно высаживать. Чтоб вот эта шапочка семенная, кожурка, чтоб она снялась. Чтоб перцы не были космонавтами. Эта пучва-смесь, которую я засыпаю, она чуть влажная. Все. И слегка уплотняю. Сверху я сейчас сбрызгну раствором опина. Затем я накрываю клеенкой. Фиксирую. Я сразу буду выставлять на подогреваемый коврик для рассады и под лампы. Температуру на коврике я ставлю минимальную, чтобы семена у меня здесь не сварились в земле. Также я сегодня буду высевать баклажан. В прошлом году я выращивала гибрид Валентина. И, по-моему, позапрошлом. Отличный гибрид. Мне очень нравится. Я этот пакетик делю на два раза. Но мне маловато. Поэтому я еще докупила Валентину, но от другой фирмы. Все точно так же. Я взяла небольшую плошку. Здесь почва-смесь торф с домашним биогумусом. Семена баклажана я замочила только сегодня. Но они довольно-таки хорошо набухли. И теперь все очень просто. Я раскладываю эти семена. Высеваю в этом году побольше, потому что у меня рассаду заказали. А так мне буквально достаточно 6 штук. Я выращиваю баклажаны в открытом грунте. В мягких контейнерах по 2 штуки высаживаю. Контейнер примерно по 35 литров, насколько я помню. Отлично. Потому что благодаря этому я могу сейчас баклажаны высевать. Рано. Потому что я баклажаны высаживаю, как и в теплицу все, допустим, перцы. И затем их оставляю уже в этих контейнерах в теплице до того момента, когда на улице будет тепло. Когда позволительно вынести их. Ну, если я бы выращивала баклажаны в открытом грунте, просто в земле, то, конечно, я бы сейчас не сеяла. А посеяла их бы в начале марта, в первых числах. Так как я их держу до последнего, до наступления теплоты на улице в теплице, поэтому я высеваю их рано. Все так же, как и перцы, накрываю небольшим слоем почвосмеси. Чуть-чуть утрамбовываю. И так же раствором эпина, распылителя прохожу. Сейчас накрою пленкой и так же выставлю на рассадный коврик под лампу. Почему ставлю сразу под лампу? Чтобы, когда появились первые петельки и первые всходы, мне не пропустить, и чтобы они не вытянулись. Это все посевы перца. Если будут плохие всходы, такое может быть, я всегда перцы пересею. На это будет еще очень много довольно-таки время. Я перцы высеваю сразу одним разом. Я не разделяю даже как томаты. Я томаты, допустим, делю и в два срока высеваю. Перцы нет. Я не заморачиваюсь. Высеваю одним разом и все. И ранние перцы, и средние, и поздние, или среднеспелые. У меня, в принципе, на сегодня все. 20 числа обязательно буду высевать лук к себе на рассаду. То есть 18 числа я его замочу, а 20 февраля я буду уже лук высевать. Уже можно. У меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал. И всем пока!